Царское село – подлинная жемчужина государства российского. Великолепие дворцов и парков парадной летней императорской резиденции прославило его на весь мир. На протяжении нескольких столетий формировался блистательный дворцово-парковый ансамбль. Его создание напрямую зависело от личных пристрастий и просто капризов августейших владельцев. Фантазии императоров притворяли в жизнь талантливые архитекторы, инженеры, садовники, скульпторы и художники. А начиналось все с легкой руки первого российского императора Петра Великого. В начале XVIII века русские войска отбили у шведов земли, еще 200 лет назад входившие в состав земель Великого Новгорода. Щедрый на подарки для любимцев Петр I часть этих земель в 1707 году подарил Александру Меньшикову. В его владении оказалась и небольшая усадьба, которая по-фински называлась Сааримойс. Русские называли ее Саарской мызой. Правда, через год царь передарил мызу своей супруге Екатерине Алексеевне в 1712 году, построившей здесь деревянный дворец со скотным двором и птичником. Строительство двухэтажных каменных палат напротив самой середины разбитого уже тогда на верхней террасе сада Екатерина Алексеевна в 1718 году поручила архитектору Браунштейну. Отделка дворца в любимом царем голландском стиле была закончена в 1724 году, а 9 августа этого же года состоялось торжество, на котором присутствовал государь-император и весь двор. После смерти матери в 1728 году усадьбу унаследовала царевна Елизавета Петровна. Саарская мыза стала именоваться постепенно Саарским селом, а по воцарении императрицы Елизаветы Петровны с началом строительства Большого дворца превратилась в собственную летнюю резиденцию Саарское село. На все эти сооружения в ее царствовании была израсходована огромная для того времени сумма в миллион двести тысяч рублей. Екатерина II также часто жила в Саарском селе и много сделала для украшения дворца и парка. Главный зал Екатерининского дворца предназначен для больших приемов, балов, концертов, дипломатических и военных церемоний. Площадь его составляет 860 квадратных метров. Неукротимая фантазия Растрелли превратила его в подлинный шедевр. Зал поражает великолепным декоративным убранством. Золоченая деревянная резьба окружает сотни скульптур. Над ними простирается огромный перспективный плафон. Субтитры создавал DimaTorzok Зеркала, чередуясь с громадными окнами, отражают огни десятков золоченых бра, позволяя создать иллюзию безграничного пространства. По эскизам Растрелли, скульптор Дункер создает скульптуры, многим из которых придает сходство со своими современниками. По вечерам светильники оживляли неподвижные скульптуры игрой святотени. Огромное пространство в это время становилось совершенно фантастическим. После войны реставраторы воссоздали утраченные детали золоченой резьбы и живописный плафон. Субтитры создавал DimaTorzok